Привет! Сегодня приготовим луковый пирог. Достаточно простой и быстрый в приготовлении. Для этого нам понадобится тесто слоёное, мы взяли бездрожжевое, 3 яйца, соль по желанию, потому что сыр достаточно солёный. Скорее всего хватит этой соли. Масло растительное, сметана, 3 луковицы и бумага для выпечки. Можно её не использовать, мы её будем использовать. Лук нарезаем полукольцами. Сыр натираем на крупной тёрке. Сыра у нас где-то грамм 100, может чуть-чуть побольше. Включаем духовку на 220 градусов. Нагреваем сковородку и обжарим лук до золотистого цвета. Вот, наверное, и достаточно у нас такого состояния. Пока остывает лук, сделаем заливку. Кладём в посуду 3 яйца. Если больших, то 3. Если поменьше яйца, то 4 соответственно. Вот, у нас крупные. Взбиваем яйцо и немножечко нам нужно будет отложить в чашу. Так, достаточно. Добавляем в яйцо 4 ложки сметаны. Перемешиваем. Можно слегка поперчить по вкусу и по желанию. И также немножечко посолить. Досыпаем сюда сыр. Досыпаем немножко муки. И отрезаем от теста вот такой небольшой кусочек. Он нам понадобится, чтобы потом немножечко украсить пирожок. Тесто должно быть уже размороженным, то есть не холодным. Нам нужно будет его немножечко раскатать. Пирог можно также сделать квадратным, но у нас форма вот круглая. Поэтому сделаем примерно по размеру, чтобы получились небольшие бортики. Кладем в форму и обрезаем примерно вот так. По кругу. В форму складываем бумагу, чтобы пирожок не прогарит. И ее смажем растительным маслом. Призову. Призову. Возьмите. Возьмите. КОНЕЦ Выкладываем лук. И заливаем заливкой. Мы чуть-чуть убрали края, то что выходили за форму. И таким вот образом сложим краешки теста. Нарезаем полосочки из оставшегося теста. Нарезаем полосочки. Нарезаем полосочки. Ну вот, как-то так. Такой специфический узор получился. Нарезаем полосочки. Нарезаем полосочки. Ну все, убираем в духовку на 25-30 минут. В зависимости от вашей духовки. Поглядывайте, как подрумяниться можно вынимать. Из остатков теста можно сделать такие финтифлюшечки. Вот. Там варенье любое, повидло. Нарезаем вот так тесто. И склеиваем. Вентилятором. Получаются такие вот печенюшечки. Вот такое баловство получилось. Ну, вкусно к чаю. И посыпаем сверху сахарком. Слегка присыпаем сахаром. И отправляем в духовку. Прошло 25 минут. Вынули. Такой у нас получился луковый пирожок. Вот он пирожок. Луковый. Вот такой вот получился. Готовьте. Сейчас мы подождем наши чудо-печенюшки. Тоже посмотрим, что из них получится. Вот они печенюшки. Немножечко передержали в духовке. Но ничего. Все равно будет вкусно. Всего доброго вам. Кусок пирога я уже слопал. Очень вкусно. Готовьте. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита.